Джон Пайпер «Страсти Христовы» глава 13 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы упразднить обрезания и любые обряды как условия спасения. «Братья, если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазнен креста прекратился бы». Послание к Галатам, глава 5 стих 11 «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Послание к Галатам, глава 6 стих 12 Вопрос обрезания был очень противоречивым в ранней церкви. Этот обряд корнями уходит далеко в историю. Уже в 17 главе Бытия Бог повелел Аврааму и его потомкам обрезываться. Христос был евреем. Двенадцать апостолов также были евреями. Почти все первые христиане были евреями. Еврейские писания были и остаются книгами Библии, признанными христианской церковью. Нет ничего удивительного в том, что иудейские обряды вошли в христианскую церковь. Итак, когда еврейские традиции стали частью жизни церкви, они породили много противоречий. Послание о Христе распространялось по языческим городам, таким как Антиохия в Сирии. Язычники стали обращаться ко Христу, и тогда вопрос стал ребром. Как соотнести основную истину Евангелия с такими обрядами, как обрезание? Что общего у обрядов с Евангелием Христа, вестью о том, что через веру в Него человек может обрести прощение грехов и оправдание перед Богом? Бог за тебя! Ты имеешь жизнь вечную! Среди язычников апостолы проповедовали прощение грехов и оправдание только через веру. Петр говорил. Читаем Деяние апостолов, глава 10, стих 43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Павел проповедовал. Книга Деяния апостолов, глава 13, стихи 38 и 39. Итак, да будет известно вам, во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Христом всякий верующий. А как же насчет обрезания? В Иерусалиме некоторые считали, что этот обряд по-прежнему важен. В Антиохии произошел наиболее серьезный конфликт. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Об этом говорится в книге Деяния апостолов, глава 15, стих 1. И так был созван совет, и дело было вынесено на обсуждение. Давайте прочтем книгу Деяния апостолов, глава 15, стихи 5 и 7, и стихи с 10 по 12. Тогда восстали некоторые, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы ваши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкало все собрание. Никто не осознавал важность этого вопроса четче, чем апостол Павел. Ведь сама значимость страданий и смерти Христа была поставлена под сомнение. Достаточно ли одной веры во Христа, чтобы примирить нас с Богом? А может, обрезание также необходимо? Ответ был очевидным. Если бы Павел проповедовал обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы, о чем говорится в послании к Гагалатам, глава 5 стих 11. Крест несет свободу от рабства обрядов и ритуалов. Читаем послание к Гагалатам, глава 5 стих 1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Субтитры создавал DimaTorzok